Тем временем в областном центре не могут отремонтировать даже небольшой отрезок тротуара на набережной Афанасия Никитина. В нашу редакцию обратились возмущенные горожане, которые обратили внимание на то, что работы практически не ведутся. При том, что по изначальной информации, все давно должно быть готово. Пятница, около 15.00. По идее, разгар рабочего дня. По крайней мере, так должно быть и здесь, на набережной Афанасии Никитина. Однако рабочих, как мы видим, как ветром сдуло. Правда, не всех. За весь рабочий класс перед нашей съемочной группой пришлось отдуваться этому трактористу, который устроил съезду здесь же, в своей машине. Уверив нас, что буквально только что разровнял песок и растащил куда надо щебень, он несколько удивил ответом про своих коллег. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а где ваши коллеги по ремонту набережной? В администрации. В администрации? То есть чиновники должны ремонтировать лично? Или рабочие? Рабочие где? Ну, отъехали, сейчас должны приехать. Работа тут, по идее, не сложная. Не прокладка трассы М-11 или строительство моста через Волгу. Однако подрядчик, фирма с многообещающим названием Мегамагистраль, не может не то, что с магистралью справиться, но даже с тротуаром. Уложиться планировали за два месяца. Однако что-то пошло не так. На фотографии паспорта объекта, который к нам в редакцию присылал Тверичанка, четко обозначены сроки окончания работ 30 июня. Однако в январе 7 июля понятное дело, что сроки сорваны, вокруг конь не валялся. Причем в данном случае понятно, что сроки сорваны в прямом и переносном смысле слова. Мы попытались дозвониться до господина Саркиса Айвазяна, указанного на паспорте объекта, как ответственного за производство работ, чтобы выяснить причину задержки. Но не тут-то было. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. В адрес подрядной организации направлено обращение о намерении расторжения контракта в одностороннем порядке. В том случае, если работы по исполнению контракта активизированы не будет, департаментом будет инициирована процедура расторжения контракта в одностороннем порядке с последующим внесением подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Правда, судя по текущей стадии работ, то, что сроки будут сорваны, по идее, стало ясно еще в середине июня. А значит, контракт стоило еще недели две назад, как разрывать и искать нового подрядчика, чтобы он успел сюда делать хотя бы до конца лета.